И мы начинаем ACI 1 занятие номер 10. В классе 9 мы говорили о школах Будды. О том, как разные буддийские школы видят взаимозависимое происхождение. Я правду. И про правду, и о том, что есть абсолютная правда, есть обманчивая. Истинная. Многие меня спрашивают, задавали один и тот же вопрос. И я очень рад, потому что этот вопрос стоит задавать. Он встроен на всю эту тему. Помните класс 1, ACI 1, класс 1? Если кто-то не вспомнит, то есть номер один. Все выглядит очень рад. Да, да. Там длинная-длинная поэма. Стихотворения. Которая Джетсон Капа написала своему ученику. Которого он отправил на восток. И наказала ему основать 108 монастырей. И когда закончишь, возвращайся. И потом он, слава Богу, хоть армянное письмо написал. Я имею в виду, что мы слушаем, что мы делаем. И все то, что мы изучаем, на некоторых раз содержание этого письма. Это самый короткий и самый известный ламрим, который вообще известен. И эмейл от Гешимайка и Паша. Примерно вот так. И Джетсон Капа написал, дорогой друг. Вот тебе инструкция по сборке. К этому стулу, языкей. И если вы хотите вернуться назад, к занятию номер один. И перечитать заново это стихотворение. И попробовать ощутить, что они в вас всколыхнут теперь. Но я хочу вам прочитать конкретно те четверостишие, которые имеют отношение к занятию девять и десять. И чтобы вас сильно напрягать, я вам даже скажу, какой из них относится к девятой, а какой из них относится к десятой. В девятой относится к следующей. Возможно, вы освоите отречение и желание. Что он имеет в виду, когда он говорит желание? Возможно, мы знаем, как когда читали. Но, до тех пор пока у вас нет корневой мудрости о восприятии, в действительности, вы не можете подрезать корень этой циклической жизни. Почему мы хотим подрезать корень? Потому что мы хотим подрезать корень. Чтобы ее закончить. Циклическая жизнь – самсара. Это то, что мы хотим подрезать. Мы хотим подрезать корень. Для кого? Для кого? Для каждого существа. Возможно, и этого вы не знали, когда читали первый раз. Итак, теперь заканчивается в письме 9. «Сделайте усилия в способах, чтобы воспринимать зависимость». И это четверостишье заканчивается таким образом. И поэт, где предпринимайте усилия, чтобы самыми разными способами увидеть, понять и воспринять взаимозависимость. Я еще раз хочу это прочесть. «Вы можете освоить отречение и желание, но до тех пор не может отречься отречения и желания, и до тех пор, пока вы не ухватитесь за корневую мудрость о восприятии действительности, вы не сможете подрезать корень этой циклической жизни. И так делайте усилия, всевозможные усилия, чтобы воспринять и понять взаимозависимость». Это занятие 9, которое мы закончили до обменивания Златана Абрагимовича с другими. Этой сессии две с половиной тысячи лет. И сейчас начинается занятие 10. И я бы хотел прочитать четверостишее, которое относится к десятому занятию. И это ответит на ваш вопрос. Может быть, и нет в том смысле. Человек ступил на путь, приятный доставляющий радость Буддам. Когда для всех объектов и в цикле, и вне его, он видит, что причина и следствие никогда всегда работают. И когда для него они теряют всякое материальное проявление. Что значит? А это о чем? Возможно, мы снова говорим о причине и следствии. Что нужно? Да? Что посетишь, что познешь. Возвращение к? Что посеять, что познешь. Но иногда во время этих учений ты так близко подбираешься к этой правде, что оно наконец доходит, и думаешь, нет, не может быть так просто. Настолько же просто. Наш разум хочет более сложных объяснений. Я буду счастлив с вами поделиться. Но на самом деле все действительно так просто. И по сути, то, что вы сейчас сказали, есть какая-то разница между тем, что сказал Иисус и тем, что говорит Буда? Нет? Немножечный контекст, другая культура, другая языка. Но по сути, тот же посыл. Есть ли большая разница между тем, что говорил Моисей и Иисус? Особенно католики... Особенно католики... Особенно... Wait a minute. Yeah, exactly. That's karma. That's a way to look at it. That's karma. You cut someone's eyes out, you will be cut out. If you don't know... He's describing the cycle. He's describing the cycle. Ты кого-то глаз возьмешь, и у тебя глаз заберут. Keep on cutting eyes out, and I guarantee you, your eyes will be cut out. Продолжай вырывать людям глаза, и гарантированно, рано или позднее у тебя глаза вырвут. Мы христиане, я сейчас сделаю свою христианскую шахту. Мы говорим, что основа того, что учил Иисус, это десять заповедей. The ten commandments are Jewish basic literature. Эти десять заповедей, это базовая основная иудейская температура. Right? Jesus didn't get the ten commandments, Moses did. Иисус же не получил эти десять заповедей. Моисей получил. So, if anyone... I mean, you know, I just want you to get it like, come on! It's the same message, over and over and over and over and over and over again. If there was a difference, it would have to look like that. По сути дела, это один и тот же посыл, раз за разом, раз за разом. А если бы это было что-то другое... Then one guy would have to come and say, you have to dig holes for 20 meters, and that will bring you happiness. And another guy would have to say, what you do doesn't matter at all. But they all say, act ethically. Right? Everyone! Krishna, Jesus, Moses, Buddha, Muhammad. In Ramadan you're supposed to give 10% of your income. Why? You know, for me it brings me so much peace to just realize that. And it makes only sense, if things are empty. If every aspect of your word is created by how you have treated others in the past, And I want to read to you root verse 11, and I need some electricity. Я бы хотел прочитать вам коренное стихотворение номер 11, но без порядка этого возможно не получится. Так что это, это... Олег. Немного нет. Паша, вот эти портики, вот эти портики! பаш, вот эти вот такие. Давай, вот wiring, спасибо сейчас. Спасибо! Это да мне кажется! Спасибо! Ставим люди! Я не знал, как это называется ваше мир. Вам еще предстоит осознать мысли способных Кто такие способные? Догадайте. Будда? Способного. Способных, а способного. Способные это Будда. Вы еще не осознали мысль способного до тех пор, пока следующие две идеи кажутся вам различными. До тех пор, пока две идеи кажутся вам различными идеями. То, как вещи вам кажутся. Безотказная взаимозависимость. И пустата. Безотка. Безотказная взаимозависимость. Ты можете прочитать. Заказание. can you read it again? the last one? the appearance of things infallible interdependence and the second idea, and emptiness beyond taking any position you cannot actually you cannot really describe it it's the it's the the first one, until two ideas are different then, how things are you? безответственно безответственно взаимозависимость и пустота а и пустота и пустота непринятия никакой конкретной позиции по сути дела опять же отсутствие самой сущности то есть пустота за пределами какой-то конкретной позиции ручка или игрушка наверное правда что это значит и это в основном это ядро этой лекции если вы думаете как это происходит то есть если вы подумаете о том как вещи нам кажутся и вы теряете понимание того факта что они пустотные или вы думаете например о пустоте и вы теряете из виду тот факт что вещи вам кажутся определенным образом как следствие это значит вы не понимаете о чем говорит Будда то тем пока эти две идеи кажутся вам различными пустота и карма карма и пустота две разные идеи пока эти две концепции кажутся вам различными вы их не поняли когда эти две идеи сходятся вместе и вы понимаете что это на самом деле одно и то же совершенно одно и то же тогда вы это поняли а это означает что в ответ на ваш вопрос девушка сзади она ответила на вопрос как вещи нам кажутся как посеешь как и пожнешь вот и все а больше ничего и нет это и есть пустота что ничего нет или то что это и есть это это я не думаю что это что это и есть ничего нет кроме этого я надеюсь этот день для вас достаточно напряженный насыщенный помните перед началом занятия мы сконцентрировались на правильном намерении я хочу вам сказать из моего личного опыта и от чистого сердца вы можете ходить на множество учений и семинаров и они кармически очень дорого потому что кармически эти семинары все очень дорогие потому что быть заинтересованным в этих вещах реально тяжело сами чувствуете это тяжкий труд поэтому если вы это делаете для самих себя или как интеллектуальное упражнение которое само по себе любопытно они типа как кроссворд разгадывают эти секреты они как бы самосохраняемые вы их никогда и не поймете вам нужно много кельва много добро для того чтобы те слова которые вы слышите как они покидают этот вот рот чтобы они были для вас осмысленными и again from my own experience I give you an example that I've taught you already once и из моего собственного опыта я вам приведу пример который мне кажется я как минимум один раз вам уже приводил I studied ACI 13 the logic course я изучал курсы ACI 13 это курс по логике and I I got massive headaches у меня были жуткие головные боли I came to a point when I took out the binder just to read something я помню у меня был момент когда я достал папку чтобы хотя бы что-то просто прочитать открыл страницу I I get such a headache that I have to close it and put it somewhere it went so far that thinking about the ACI 13 without the binder I get a headache really I mean now it's funny it was not funny then one of the first teachings my Lama gave me she said I know you do a lot of infinite meditations you know you try to she said 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 before you do emptiness always do tonglan meditations she said she said she said she said she said take suffering on you serve someone that leads that the emptiness meditations works why do we say that you have to serve your teacher or you have to work in a hospital or you have to serve other people that creates the goodness so you can get these teachings which implies what I'm telling you is not the cause for getting it is not the cause for getting it if you really sit here with the motivation to be able to help other people with Kholicita let me get it so I can help others then it's another story which what I just told you in itself explains emptiness I just gave an emptiness explanation do you get it? I told you in the words of your teacher of someone teaching you there is no understanding it comes from you doing goodness it comes from you doing goodness when you have enough goodness go to a book shop on the airport choose a book закройте глаза и произвольным образом выберите книжку открывайте страницу книги пальцем в произвольное место прочтите и это будет послание от Бога для вас личное послание и если вы не делаете Келва если у вас недостаточно добродетель вы можете быть управляющим директором огромной группы например Рим вы можете быть управляющим директором огромной группы например Рим вы можете быть управляющим директором огромной группы например Рим вы можете быть управляющим директором среднего Рим Восточную региону группы под названием Рим, Римская империя. И вы управляющий директор Ближнего Востока. И тебе приносят парня, с которым ты должен разобраться. И парня зовут Иисус. И твои сотрудники тебе говорят, что бандит, надо распять. И парень приходит, и вы спросите, что ты не похож на короля его деревья. Мне вообще не кажется, что ты даже бандит, ты вообще кто? И он вам на это скажет, что я для тебя за то, что ты во мне видишь. И на крест пошел. Но этот руководитель директора, этой большой группы под названием Римская империя, у него недостаточно было добродетель, чтобы увидеть Иисуса как Сына Божьего. И откуда же этот сын или дочь происходит? Как можно сделать так, чтобы вам вот это вот явилось? Если бы это было там само по себе, Его знали Понтий Пилатус, Он бы его так же увидел, как Сына Божьего. И в другой способе я подумал, почему Иисус не сказал ему, слушай, я Сын Божий. Не причиняй себе такого зла. Что он ему сказал, что я для тебя то, что ты во мне видишь. Он дал самое высокое учение, которое существует на этой планете. Что ты во мне видишь, то я для тебя и есть. Что ты во мне видишь, то я для тебя и есть. И только для того, что я думаю, что вы чувствуете, но я хочу быть очень осознанным. Я не сравниваю с религией, я не говорю, что один из хороших других, я просто говорю, что все зависит от того, как вы относитесь к другим. Будьте хорошим другим другим, и работайте правильным. Мне кажется, вы это уже понимаете, но я бы хотел это еще раз подчеркнуть, чтобы, не дай Бог, не было никакого недопонимания. Я не пытаюсь сейчас сравнивать религии, говорить, что одна лучше другой, не дай Бог. Я всего лишь пытаюсь сказать, что все взаимодолисимо, все происходит от того, как вы относитесь к другим, и творите добро по отношению к другим, и мир развернется к вам в лицо. Спасибо. Вы сказали еще одну историю? Нет. Правильно. Просто посмотрите. Я знаю, что я знаю. Я знаю. Я знаю, что это про-разразы. Интересно, что это именно то, что это про-разразы. Не поверите, но на самом деле, замедленное действие как раз надо делать. Первое, что мы говорили, это мы поговорим об этом. Как мы делаем это время? Как мы делаем это время? Идеи пустоты и кармы могут сосуществовать или они друг другу противоречны? Спасибо! 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 Если вы скажете что-то другое, я вам скажу. Пойдем. Поехали! Когда я начал заниматься, я прям сгидрировался от всей интеллектуальной жизни. Идеи. Очень хорошо, Паша. Свечный разряд. Ну и материал... А ты, пожалуйста, не подумал. Материал вообще взял фокус на аспекты кармы. Материал кармы, извините. И, you know, suddenly studying, and discussing this, and asking my teachers endless questions. И мне вся вот эта идея изучения всех этих вопросов, задавания бесконечных вопросов своему учителю, и все вот это вот интеллектуальное. Мне все вот это показалось неожиданно гораздо более увлекательным, нежели забота о собственном ребенке, например. И это является, на самом деле, очень красивым доказательством, того, что я вообще не понимал, что я изучаю. Понимаете, о чем я говорю? Да. Хорошо. 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 Повторяйте мою ошибку, пожалуйста. Да. Не, ничего не надо. И это... И это... Повторяйте мою ошибку, пожалуйста. И она мне рассказывала про йогов и йогини в Стокгольме, которые каждое утро в 5 утра встают, чтобы заниматься своей йогой. И семьи просто с ума сходят. И она сказала, что на самом деле смысл йоги вовсе не в этом. Мы вернемся к Пьедаму. А на йоги? Мне опять в голову пришло к БМВ и вот это может быть типо, но вот я йоги. Я раньше был бизнесменом, а теперь я йогиня. Просто поменяю форму. Просто избавьтесь от формы. Если вы понимаете пустоту, то все, что вы должны делать, это просто служить. И когда я говорю это вот так, я чувствую внутри себя как примерно дискомфорт. Да, да, на самом деле именно туда и стоит. Вот так. Вот так. Whenever this feeling comes up, it's exactly what I was thinking. I will do the opposite of what the feeling tells me not to do. I serve. Я служу. А внутреннее чувство говорит мне, что может быть служить не обязательно или не стоит. Но я вот это ловлю чувство и делаю противоположное. Иду и служу. Она рассказывала, что когда она была в Индии с Шри Потапхи Джойсом. И после определенного времени Шри Потапхи Джойс говорит людям, которые приехали учиться с ним. И через какое-то время Мария Букси говорит, что Гурджа сказал нам, что уезжайте домой. Уезжайте домой. Уезжайте домой. Уезжайте домой. Уезжайте домой. Не надо брать вот эту интеллектуальную вещь и делать из нее какую-то там религию. Не нужно из этого делать религию. Используйте это в вашей ежедневной жизни. Меняйте себя другими местами. Создавайте мощные хорошие семена, желания помогать другим. И потом пожинайте плоды того, что вы посеяли. Какие практические выводы в вашей ежедневной жизни? Если есть единственная мама с ребенком, то это должно превратиться в какую-то помощь или инструкцию для нее, например, когда она идет в магазин за покупку. Должно пройти вот именно такой конкретик. Это не должно быть для какой-то интеллектуальной элиты, которая сидит на столах. Он сказал, что нет. Я имею в виду, реально. Посмотрите на Кашемак. Я имею в виду, он... Этот человек просто невероятный. Он был миллионер, да? И что же он делает? Он идет в трехлетний ретрит. И перед ретритом ты должен избавиться от всего. В трехлетнем ретритом он покупает землю за полтора миллиона долларов, с деньгами, которых на тот момент уже не было. Это надо иметь... КОХОНЕС. Это команда Суэйтси, которая возвращается от 4-0 против Германии. Это Клаксон-Нандак. Я буду делать все, и я не волнуйся, что никто не может меня, чтобы уйти весь мир. Это как раз этот самый флаг сам нам дах, что я пойду и вот это буду делать. Мне независимо от того будет мне кто-то помогать или нет. После семь лет прошло, долг абсолютно выплачен, и тридцать с лишним человек сейчас находится в ретрите на этой земле. И он все это отдает. Основывает две новые организации. Одна из них это Институт Алмазного Огранщика. И он ездит по бесконечному количеству городов по всему миру и преподает. С этого ничего не зарабатывает для себя самого. И второе, это еще одно большое место в Фениксе, в Аризоне. На границе плохого района. Там где он хочет свести вместе англоговорящих и испаноговорящих. И опять же не имея никаких собственных денег во всем. Но реальная причина, почему я его так люблю. Потому что я встречал множество успешных людей раньше. Но для меня он всегда счастлив. Это удивительно. Многие из вас, наверное, наследили за тем, что происходило в Институте Алмазной горы в прошлом году. И на самом деле то, что там произошло, это, возможно, худшее, что может вообще произойти с учителем. И, конечно же, эта ситуация тоже можно расценивать так же, как и учителем. У каждого свое видение и кто такая Лама Кристи, на самом деле. Давай, если вы изучали одну из этих классов, вы должны понять, что она тоже из вас. Послушайте, если вы хотя бы один из этих классов прошли, вы должны понимать, что она есть и что она себя представляет. Что это? Если меня сейчас спрашиваете, что там случилось, вы можете спрашиваете, это что, ручка или игрушка? Я могу вам рассказать, что это для меня, но вам это абсолютно нет. И, несмотря на все это, он был радостный. Он удивительный, когда ему присутствует. Для меня он идеальный пример того, как использовать эти принципы. Потому что, если вы понимаете карму и пустоту, то что вы будете делать, если какая-то ужасная ситуация разовьется в вашей жизни? Вы будете реагировать с мудростью. Это значит следующее. Предположим, кто-то на вас кричит. Кто-то критикует вас. Естественная человеческая реакция – это то, что вы хотите защитить себя и критиковать обратно. Когда вы, например, заполняете свой шестеразовый дневник. Есть кто-нибудь, кто даже не знает, что это такое? Я не спрашиваю, ведете ли вы, а спрашиваю, знаете ли вы, что это? Хорошо, я рад. Это применение всего того измудренного интеллектуального всего, что мы сейчас с вами проходили. Ваш разум как сад. Цветы и фрукты, которые вы там видите – это ваш мир. Если с вами происходит что-то, что вам не нравится, перестаньте делать это по отношению к другим. И мне это очень нравится. Сейчас я нахожусь в отношениях, первый раз за последние много лет. И гораздо сложнее, на самом деле, чем быть одному. И она творит такое, что мне иногда не нравится. А я хочу вот так. А потом… Я начинаю анализировать, а что же я делаю, что я вижу в своем священном зеркале, что мне надо меняться. Ваш спутник не может сделать вас счастливым. Но на самом деле, он или она может сделать вас счастливым. Но на самом деле не правда, может. Потому что они – это то зеркало, которым вы можете служить. Вам нужен кто-то, кому вы могли бы служить. И если вы видите своего спутника таким образом, то они должны вынуждены стать причиной вашего счастья. Но они не смогут сделать вас счастливым, если вы просто сядете и будете ждать, пока они это сделают. Кто двигается первым? Кто двигается初めて? Ты – или твое отражение в зеркале. Ты – это зеркало или я? 200 лет назад. Кто двигается впервые? Кто двигается? Давай! Что значит? Спасибо. Я знаю. Окей. В конце класса 10, в конце ACI 1, except for the summary class. Одно сделали, у нас 6 лет. У нас еще сегодня будет одна сессия, 45 минут, на которые мы возьмем вопросы-ответы. А если окажется, что мы уже на все вопросы ответили, то я хочу еще раз поблагодарить Паша. Давайте мы сейчас прожим на молитву, и потом, ну ладно, поздравляем, и в сессию просто молимся, перерываемся, даем вопросы. Продолжение следует... Поехали. 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 И потом, мы ответим. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 Когда вы создаёте вот эту фигуру из пальцев, она символизирует определённый рак. Но потом покажем, как это делается. Два безымянных пальца, которые посередине торчат, это гора Меру. Два мизинца и привыкающие к ним два больших пальца, которые вместе с их сложены. И каждый указательный палец хватается за средний палец противоположной руки. То есть, по сути дела, вы складываете руки вот так, перекрещиваете пальцы, потом большими пальцами хватаетесь за кончики мизинчика, а безымянные пальцы просто параллельно друг к другу вверх устремляете. А указательными пальчиками хватаетесь за средний палец противоположной руки. Больше ещё раз то же самое, только медленно ещё. Просто складываете, перекрещиваете пальцы вот так. Потом берётесь большими пальцами за мизинцами. Безымянные пальцы просто параллельно друг к другу. Раскрещиваете их, а указательными пальцами хватаетесь за средний палец противоположной руки. Продолжение следует... Вы можете скрещивать, можно хвататься, какой-то мать. Ну, когда вы делаете, читайте английский поэм. Вы предлагаете... Друзья, давайте прочитаем историю. Предлагаете великую землю со всеми благовониями и запахами, покрытую одеялом цветов, с великой горой и четырьмя материками, украшенной алмазом солнца и луны. Эти солнца и луна, они как алмазы на этой земле. И в моем сознании я превращаю этот мир в рай. И я предлагаю его тебе. Тебе, он мой учитель. И этим самым действием пусть все живые существа испытают на себе чистый мир. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ